Фильм в 10 вечера, это программа «Утро», и у нас прямо сейчас очередной гость, который пришел не с пустыми руками. Да, друзья, член правления Союза пчеловодов, донор, руководитель методического совета Владимир Валерьевич Криков. Владимир, доброе утро. Доброе. Да, мы когда увидели вас, у нас прям и слюнки потекли, Ира прям уже эту вот шляпу с сеткой уже шесть раз примерила. Мы к ней придем попозже. Да, мы доберемся до этого. Давайте начнем все-таки с формулировки, потому что член правления Союза пчеловодов. Что за организация, для чего существует она? Ну, это общественная организация, она как бы правоприемник предыдущей организации, которая называлась «Общество пчеловодов Ростова», расширила свои функции до масштабов области, теперь называется «Совет пчеловодов Дона». Это что, это просто организация, которая просто собирает пчеловодов на корпоративы? Или все-таки занимаетесь чем-то? Ну, в том числе и на корпоративы. Ну, самые разные виды работы проводятся. Ну, во-первых, просветительская работа, методическая работа, то есть начинающие пчеловоды не все-все умеют, поэтому их необходимо кое-чему обучить, кое-что рассказать. Курсы пчеловодов проводятся, семинары по обмену опытом проводятся. Ну, естественно, какая-то коммерческая деятельность ведется. Магазин есть при обществе пчеловодов на Красноармейской, где все продукты пчеловодства можно увидеть, приобрести. Начинающие пчеловоды – это люди молодые или это люди, которым там, ну, кто на пенсии, уже скучно стал, они решили освоить для себя вот такую деятельность? Какие они начинающие? По-разному, по-разному. Это могут быть, в свое время это были, допустим, отставные военные. Вот мой бригадир, уже, к сожалению, покойный, когда-то говорил, что ему предложили стать пчеловодом, а он единственное только знал, что мед вкусный, а пчелы больно жалят. Ну, потом стал пчеловодом и, в общем, дорос до бригадирства, отставные военные. Это просто молодые люди, иногда это династийность, то есть, вот, скажем, дедушка был пчеловодом, папа стал пчеловодом, и сын пошел туда же. Вот, мои не пошли туда же. Ну, подождите, может быть, все еще будет. Владимир, скажите, вот завтра, в субботу, будет праздник, Всемирный день медоносных пчел. Это для меня стало большим открытием, потому что я думаю, что все пчелы медоносные, а что, указывается, нет? Нет, нет, пчелы очень разные, их порядка 27 тысяч, по-моему, с вами память не изменяет, самых разных видов. Из них только около десятка действительно могут из нектара делать мед. А как вообще происходит этот процесс? Их отлавливают, куда-то засовывают? Как это происходит? Пчел? Нет, самое главное, это как в медицине, не навредить, лучше их не трогать. Они сами знают, за 40 миллионов лет существования на Земле, они уже сами научились всему. Если вас интересует процесс производства меда, то он, в общем, достаточно прост. Пчелы находят цветы, где выделяется нектар, приносят их себе в жилище, это может быть улей, либо дупло, если это в дикой природе они живут. Там они добавляют ферменты, которые расщепляют сахарозу, преимущественно сахар в нектаре, на глюкозу и фруктозу, и таким образом приготовляют мед, выпаривают лишнюю воду, и когда он сгущается, они его запаковывают, образно говоря, в сотики, запечатывают сверху восковыми крышечками и таким образом хранят. Вы нам принесли, вот на столе у вас лежат соты, да? Нет, это вощина, я просто, когда о продуктах пчеловодства, если заговорим, то... Заговорили уже. Да, заговорили, то один из продуктов пчеловодства является воск. Он в основном-то используется для технических целей. А это восковая вощина, которая делается для того, чтобы пчелы начали строить соты в нужном направлении, в нужном месте. Пчелы вообще такие насекомые, которые любят доделывать то, что им предоставлено человеком. Вот соты они доделывают, если им вот такую вощину дать, они на ней начинают строить. А вот в контейнере это что ли? Тут-то соты? Тут-то соты? Тут. Вот, 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 вот это. Нет, это соты, да, действительно. Вот где-то соты. Можно я возьму, а не открою, посмотрю? Конечно, можно. А скажите, пожалуйста, а вот есть разница, допустим, при употреблении человеком соты или меда, вот в пользе для организма? Ну, вы знаете, пчеловоды старой формации, пчеловоды старой формации, они вообще считают, что мед необходимо подавать только вот в таком виде. То есть вот это все уже не то, по мнению этих людей. Ну, это они так считают, да. Конечно, технология производства меда давно шагнула вперед, и не только так. Вы можете посмотреть там клипы, китайские или малайские пчеловоды там бедных пчел мучают, режут, отрезают у них соты, прямо же у пчел, живущих под скалами. И вот в таком виде потом их реализуют. Мне всегда было, кстати, интересно, это же получается, срезается часть домика практически. Да, да. И вот это тоже часть запасов, уже не домика, где они живут, но часть запасов у них все-таки отбирается. А если вы их переселили в другой домик, скажем так? Нет, просто забрали из гнезда какую-то часть и себе взяли. Так, мне сейчас грустно стало сразу. У меня аж сережка упала. Владимир, скажите, а что вот это за шарики какие-то или крупа, что это такое? Ну, вот обратите внимание, когда начинается разговор о пчелах и пчеловодстве, прежде всего вспоминают мед. Конечно. А по образному выражению одного из корифеев пчеловодства, сейчас, к сожалению, не вспомню кого точно, улей пчелины – это фабрика продуктов, самых разных продуктов. Кроме меда, производится воск, как вы поняли, производится пыльца. Это пыльца, которую приносят с растений пчелы. Пчелы выращивают свое молодое потомство, личинок, только растительной пищей. Вот, в частности, пыльцой, которую они собирают на цветах. А зачем она человеку? Что с ней делать? Ну, я могу, например, напомнить, что некоторые производители спортивного питания в качестве одного из компонентов используют цветочную пыльцу, потому что там большое количество белка, аминокислот, ферментов. То есть это ценнейший продукт питания в том числе. То есть его просто можно добавлять даже в кашу? Его можно перемешивать. В кашу не стоит, там высокая температура будет. Это лучше его перемешивать с медом и по ложечке каждый день употреблять. Владимир Владимирович, а вот хочется просто уже перейти, а, к шляпе, к б, в принципе, к костюму, к каким-то инструментам. Что нужно для того, чтобы стать пчеловодом? Какой минимальный набор, чего необходимо? То есть достаточно ли купить себе, скажем так, улей, или их должно быть определенная количество штук, или что-то еще необходимо? Я думаю, чтобы стать пчеловодом, для начала нужно любить пчелы, или хотя бы мед любить, а потом уже все остальное. Ну, конечно, необходима какая-то экипировка, безусловно. Для молодых пчеловодов я всегда рекомендую одевать сетку, хотя старшее поколение некоторые работы выполняет без сетки. То есть они не защищают лицо вообще? Да, помните, канадские профессионалы в стародавние времена играли без шлемов, чтобы их, так сказать, в натуральном виде созерцало. А вас сжалили пчела-то когда-нибудь? Обязательно. Нет такого пчеловода, которого хотя бы однажды не ужалила пчела. Мне кажется, некоторые пчеловоды уже получают от этого удовольствие, от того, что его... Вы, кстати, абсолютно правы. Один из способов лечения называется апитерапия. Это как раз лечение пчелиным ядом. Это еще один продукт пчеловодства. Его можно либо извлекать из уля в виде порошка и использовать в качестве лекарственного препарата в мазях, в кремах. А можно непосредственно ставить пчелок на активные точки и таким образом лечить какие-то заболевания. Как пиявки, только пчелы. Как пиявки, да, только пиявки забирают и эти добавляют. Это сравнить пчелы с картофелем. С картофелем можно столько всего сделать, и пчелок столько всего сами делают. Друзья, ну, что хочется сказать? Во-первых, поблагодарить, конечно же, вас, Владимир Владимирович, за то, что вы нам рассказали, показали, дали понюхать. И даже вот Ирина, по всей видимости, уже и знает, куда это употребить. Спасибо огромное за рассказ интересный. И главное, хочется пожелать, чтобы все-таки пчеловодов становилось не меньше, а больше. Потому что, мне кажется, что это очень важная профессия, тем более, учитывая тот перечень, который вы перечислили. Да, хотелось бы, чтобы еще и на них обращали внимание немножко сверху, я имею в виду наше руководство. Максимальной поддержки вам желаем. Да, друзья. С нами сегодня был член правления союза пчеловодов-донор, руководитель методического совета Владимир Валерьевич Криков. И, конечно же, мед, воск, соты и шляпку с сеткой. И пчелиная пыльца, точнее, цветочная.